В 2021 году исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля. 8 лет жизни Владимира Ивановича связано с нашим городом. В 1832 году Владимир Даль под псевдонимом «Казак Луганский» опубликовал первый сборник сказок, который принес ему литературную известность. Сатирический тон сказок вызвал подозрение в политической благонадежности автора. Он был даже подвергнут аресту, но, к счастью, недолгому, так как влиятельные друзья повлияли на то, что его освободили. Однако, под впечатлением от этого инцидента, Даль с готовностью согласился принять должность, которую ему предложил оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский. В начале мая 1833 года он оставил службу в военно-медицинском ведомстве, был зачислен в чиновники Министерства внутренних дел и покинул столицу, уехав в далекий Оренбург. Перед отъездом он вступил в брак с Юлией Андре и к месту службы прибыл вместе с молодой женой. Появление Василия Алексеевича Перовского в сопровождении семьи Далей перед обществом произошло как раз вот в этом доме. В доме Балкашиных в 1833 году состоялся бал. Именно на этот бал прибыли Перовский и Дали. Сохранились воспоминания о том, как общество впервые познакомилось с семьей Далей. Гостившая в Оренбурге самарская барышня Екатейна Воронина присутствовала на этом вечере. В ее письмах содержится красочный рассказ о новом губернаторе и лицах, приехавших с ним из Петербурга. Рассказывала она и о встрече с женой Дали, Юлией Егоровной. Мадам Даль мила как нельзя более. Миниатюрненькая, голосок тоненький, звонкий, но точно калибри это интересная немочка. Также она описывает вечер, на котором присутствовали Даль с женой. Даль послал за своими сказками и прочел две из них, призабавные и прекрасно написанные в самых народных выражениях. Потом начали петь. Дурасов и Даль с женой пели русские песни прелестно. Первая квартира, в которой жила семья Дали в Оренбурге, это был дом откупщика Звенигородского. К сожалению, дом не сохранился, но находился он именно на этом месте, между улицами Пушкинская и Ленинская. На современной постройке, находящейся на его месте, была установлена мемориальная доска. В этом доме, в гостях у Владимира Ивановича, в сентябре 1833 года, был Александр Сергеевич Пушкин. 11 июня 1834 года здесь родился первый Низдаля, который по литеранскому обычаю получил тройное имя – Лев Арслан Василий. Львом он был наречен в честь погибшего на войне брата Владимира Ивановича. Василием в честь крестного отца, губернатора Василия Алексеевича Перовского. А имя Арслан, которым его обычные называли в семье, означает по-тюркски «Лев». Владимир Иванович в то время увлеченно изучал татарский язык, игравший для приграничного с азиатскими степями Оренбурга роль международного языка. Осенью 1833 года Оренбург посетил Александр Сергеевич Пушкин. Его задачей было познакомиться с теми местами, в которых проходило Пугачевское восстание. В этой поездке его сопровождал Владимир Иванович Даль. Они были хорошо знакомы и поэтому достаточно свободно общались в этом путешествии. Конечно же, Александр Сергеевич увидел совсем другую набережную, но тем не менее он был на нашей набережной. Владимир Иванович Даль, человек общительный и веселый, сразу приобрел популярность в местном образованном обществе. В письмах к сестре он писал, мы собираемся по четвергам поочередно, у двоих, у меня и генерала Генса. Тут один говорит об истории, другой о кайсаках и башкирах, третий о сравнительной анатомии, пятый о Бородинском сражении, другой о расколах. В четвергах активно участвовали преподаватели Неплюевского училища, а также образованные чиновники Ханеков, Лемон, Розенберг, а позднее приехавший в Оренбурге Бларенберг. В этом доме изначально располагался первый эскадрон Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса. Владимир Иванович Даль общался со многими учителями этого корпуса, так как это была, в общем-то, интеллигенция того времени. Учителя истории и географии Александра Никифоровича Дьяконова Владимир Иванович почитал своим учителем русского языка. И он называет его одним из немногих помощников по созданию толкового словаря. Кружок объединил образованных оренбуржцев, интересующихся литературой, историей, естественными науками, изучавших оренбургский край, его природу, обычаи, фольклор, населявших его народов. Примерно через два года семья Дали переехала в другую квартиру. Об этом он также писал своей сестре, но в письме не упоминается, у кого он ее снял и где находился этот дом. К сожалению, второй адрес Владимира Ивановича Дали в Оренбурге до сих пор остается неизвестным. С переездом в Оренбург для Дали началась жизнь, ничем не похожая на прежнему. Его новые обязанности касались управления Оренбургским краем. Новое дело, за которое он взялся с присущей ему обязательностью, значительно расширило круг его практических и научных познаний. А общение с представителями различных народностей давало богатую пищу творческой фантазии писателя. В 30-е годы XIX века в Оренбурге возводится здание канцелярии генерал-губернатора. Владимир Иванович Даль, как чиновник по особым поручениям, непосредственно руководил этим строительством. Роща за Уралом была одним из любимых мест отдыха оренбургцев. Но попасть туда можно было только либо на лодке, либо паромом. Конечно же, городу был необходим пешеходный мост. И Владимир Иванович Даль – это как раз тот человек, который помог осуществиться мечте оренбургцев о первом деревянном масте. В 1837 году Даль занимался организацией музеума естественных произведений Оренбургского края. Через Петербургскую академию наук подготовкой в Зоологическом музее квалифицированных чучельников из казачьих малолеток. Для осуществления данного проекта требовалась поддержка Академии наук. Даль еще в университетские годы испытывал к биологии особый интерес. Страстно любил охоту. В ходе общения с академиками и работы по организации музея усовершенствовал свои познания в зоологии. Настолько усовершенствовал, что стал считаться профессионалом в этой области. Владимир Иванович Даль имеет отношение и к организации в нашем городе первого музея. Конечно же, здание, в котором располагался первый музей, находилось не здесь. Но именно здесь хранится коллекция, которая начала создаваться при поддержке Владимира Ивановича Даля. Здание по адресу Советская, 32. Здесь располагался дом Тимашевых. В этом доме снимал квартиру наш губернатор Василий Алексеевич Перовский. Даль, конечно же, бывал либо в гостях, либо по делам службы у своего непосредственного начальника. В 1837 году Оренбургскую губернию посетил цесаревич, будущий император Александр II. Во время своего пребывания в городе Оренбурге он жил в квартире Перовского. Для Даля это было радостное событие, так как среди сопровождавших наследника лиц был его учитель, поэт Жуковский. Старая дружба с прославленным писателем окрепла в часы, совместно проведенные у постели умирающего Пушкина. 12 июня 1837 года в путевом дневнике Жуковского появляется запись «Приезд в Оренбург по полудню, тот час с Далем на берег, роща за Уралом». Из этого мы можем сделать вывод, что Жуковский и Даль гуляли в роще за рекой. Несмотря на насыщенный рабочий график, Владимир Иванович Даль продолжал литературную деятельность. Исполняя служебные обязанности, Владимир Иванович продолжал заниматься литературной деятельностью. Многие произведения, написанные именно в этот период, посвящены Оренбургу. В центре нашего города находится гостиный двор. Гостиный двор описан Владимиром Ивановичем в повести «Битей и Мауляна». Во многих произведениях, созданных Далем в Оренбурге, можно найти факты из истории Оренбурга и Оренбургской губернии, Оренбургского казачьего войска, сведения о быте и нраве уральских казаков, обычаях башкир и киргизах. В произведениях «Сеенькая» Даль вспоминает начало Оренбурга. В рассказе «Осколок льду» башкирская русалка воспроизводит обычаи восточных народов. А в очерке «Уральский казак» рассказывает о традициях уральского казачества. Улица Максима Горького в XIX веке именовалась улицей Водяной. Где-то на этой улице располагался дом, описанный в произведении Даля «Домик на Водяной улице». Даль не предполагал больше менять жилье, однако обстоятельства заставили его это сделать. В конце 1835 года в Оренбург приехала мать Владимира Ивановича Ульяна Христофоровна. Квартира стала тесной, тем более, что в 1836 году в семье родился второй сын, Святослав Василий Павел. Здание по адресу Пушкинская, 42, было приобретено семьей Далей в 1836 году. Этот дом он приобрел на имя своей мамы Ульяны Христофоровны. В разгар активной и творческой деятельности Даля его постигло страшное горе. Умерла его жена Юлия Егоровна. После рождения в феврале 1838 года дочери, которую также назвали Юлией, она не переставала болеть и летом неожиданно скончалась. Даль очень тяжело пережил потерю, но продолжал трудиться. Главной опорой стала для него мать Ульяна Христофоровна, взявшая на себя полностью воспитание двух осиротевших детей. Разъезжая по Оренбургскому краю, Владимир Иванович Даль встречался со многими переселенцами, вышедшими из Тамбовской, Орловской, Воронежской, Калужской и других губерний. Эти переселенцы, не растерявшие своих родных говоров, давали Владимиру Ивановичу Далю богатый языковой материал. От них он записывал пословицы, песни, предания. Мысль о составлении словаря живого великорусского языка возникла у него именно в Оренбурге. И поэтому не случайно в 2019 году возле областной библиотеки имени Крупской появляется памятник толковому словарю живого великорусского языка. Его открыли 14 ноября в преддверии дня рождения Владимира Ивановича Даля. В 1840 году Владимир Иванович Даль женился вторично. Его женой стала Екатерина Львовна Соколова, дочь Оренбургского помещика, героя Отечественной войны 1812 года Льва Соколова. В 1841 году Владимир Иванович с семьей покинул Оренбургский край.